Композитки сначала, которые у меня были вообще за все мои поездки. Это Гонконг, Сеул и Шанхай, соответственно, она вообще в той стороне. Но в плане фотографий они как бы то, что было, то и вставили в пук. Иногда непонятно, вообще это все питерские тесты. Вот именно с этими фотографиями я ездила в Гонконг. Не очень много фотографий было. Порядка 20, наверное, снимка, да, в среднем? Ну, где-то там. В основном такие журналы-тесты. Ну да, что-то такое. Так, дальше у меня идут все корейские съемки. Наконец-то я вижу эту красоту. Ты вообще не видела? Ну, мы смотрели с тобой онлайн только. Ну, то есть и печатные не видела. Хорошо. Ну, как на журнал. Они уже все обмусорены. Ну, какой это журнал? Да. А привиледж? Не знаю, что это за журнал. Ну, из местного, да? Да, там все местные как бы. И все хорошие в плане того, что они каждый месяц выходят. Ну, еженедельно, понятно, они не будут так же добросовестные снимать, как ежемесячные. Все, в основном, осенние. Получается, все ли ты когда была? Я зимой была. Ну, и мне, кстати, это потом пригодилось в Шанхае, потому что я была... Даже не была... Лет? Нет, не летом. Весной, да. И снимали как раз таки уже зиму. То есть все мои фотографии, которые были в пальто, их все использовали. Ну, потому что, как мне один раз сказали, если у тебя нет фотографий в пальто, то китайцы не могут представить, что ты можешь позировать пальто. Это вообще как-то. Угу. Ну, это реально помогло. Да. Угу. Ну, видно, что Корея. Да, и, в общем-то, очень часто такое, что наденешь. Да. В обычной жизни. Вот он. Да, я как любитель корейской одежды. Очень понимаю. Ну, она тут вся, как бы... Ну, из местного, да, ничего не снимали, наверное. Угу. Ну, все равно, я думаю, стилистика, да. Ну, все равно стилистика, да. Как оказалось, я пригодна для свадебных съемок. Ну, у них тоже своя специфика, потому что очень сильно фотошопит лицо. Да. Вот здесь вообще ничего от меня нет. Ну, здесь этот корейский идеал лица, там, где у них острый подбородочек, кругленькая личика. Ну, видимо, они решили, что неважно, как ты выглядишь, главное, чтобы итоговый материал подходил. Причем у меня было в общей сложности три свадебных съемки и даже один показ свадебных. Вот. Угу. Это моя соседка. Ха-ха-ха. Вот. И тут такая тоже съемка. Вот, наверное, она идет, здесь я и я тоже. Угу. 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 Немного странно у нас. Угу. 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 Ну, действительно, как бы, есть что оставить в буквы после корей Iya. Ну, действительно, как бы, есть что остать в букву после корейни. Да. Угу. 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 Очень много чего. Угу. Ну, кстати, все фотографии мне, они сами в конце поездки вытянули и отдали. Да. Это вообще чудесно. Да, ещё и на диск скинули всё, что было. Просто мечта. Потому что многие девочки потом просят привезти кого-нибудь в журналы, купить, переслать, от агентств не допросишься, ни тестовых съемок, ничего. Как бы я когда работала даже в Париже, меня некоторые девочки просили прислать снимки с тестовых съемок, потому что им агентство просто ничего не отдавало. Хотя это были тесты все оплатные, то есть они жили минусом. Вот это, кстати, съемка была в заброшенной больнице, я думала, что нету всего же зданий заброшенных, но казалось, что есть, и прикол в том, что, наверное, за какое-то время до того, как мы пришли, там фильм снимался, и там была даже бутафорская кровь на угла расставлена. Было забавно. Они, наверное, специально ставили эту больницу для таких случаев, чтобы корейский ужастик отснять. Да, или съемку для модного шурнала. Да. Так, тут все в перемешку мне, вот это прям лакшери съемка в магазине Диор. С этими сумками, которые мне потом только давали их на съемку и сразу забирали. Боялись, что кто-то утащит? Я думаю, они были просто, ну, не сэмпл, а в магазине. Я помню, это уже гонконгская, да? Нет, это уже... Нет, а тоже как бы... Да. Мы прям долго ехали в горы. И еще, ну, я очень не была, и такие все фотографии, скорее, ну, это то, что я сама там фотографировала где-то. Город очень красиво выглядел, потому что вот эти все цвета осенние, они прям на них как-то... Очень поэтично смотрятся. Сколько у тебя общей сложности журналов было, ты не считала? Нет, не считала. Ну, здорово получается. Да, и, кстати, я была очень довольна тестовыми съемками в Корее. Но, как бы, обычно... Ну, это были бесплатные съемки, и обычно, думаю, что будет по типу фотографа хочется как-то себя выразить. Нетрадиционные, если обычно он снимает просто там коммерцию, то хочется, конечно, что-то креативное сделать. А там нет, все. Хорошо было. Это уже гонконг съемка нужна. Ну, вот он, начальник. Отсюда. Китай. Сразу видно, что Китай. Ну, все равно радует, что не каталог, а, ну, такое, а журнальное. Ну, да, что-то интересное, чем просто там стоит. Так, это еще... Как у меня видно? Да, да, все нормально. Все тоже Китай. Ну, мне вот из Гонконга у тебя тоже нравится. Несколько съемок там хорошие были. Ну, в общем, это все. Джинсы, понятно, зачем. Ну, мне нравится, потому что мне обрезали по голове. Наверное. Ну, ладно, тут. Хотя бы оставим целое. В Гонконге были больше съемки не люксовой одежды, а местных брендов. Ну, да. Ну, там я H&M видела, как бы, коллекцию. И местных, и таких. Ну, в общем, широкий спектр. Вот это я была очень рада, потому что, наконец-то, вывезли на море. Ну, или океан, я никому не помню. И тебе там было летом, ты говорила, жарко было, да? Ага, там какой-нибудь жарко. Ну, зима, насколько я знаю, там не очень. Не очень, в самом деле. Потому что очень влажно. И, ну, как бы, если холодно, то это холодно до промозглости. Прекрасно. Ну, она вообще милая. Кстати, мне даже напоминают больше что-то японское. Ну, да, там все время заставляют есть на съемках. Да не то, что они заставляют есть, а по стилю, я бы даже сказала. Ну, в Японии очень много таких журнальщиков, которые миленькие, а-ля что-то сельское такое. Да. Но натуральные материалы. Ну, я, конечно, не уверена, что там одежда такая была. Ну, это, в общем, забавно. Да. Да. И даже в теннис мне удалось бы играть. Это чистый, да? Китай, Китай. Это вообще обувь стилистки. Не, но обувь прикольная. А вот брови и мейк, это, да, Китай, Китай. Ну, что-то забавное, знаешь, мне вот как бы частично нравится, но что-то я бы поменяла. Ну, оконимаешь. Да. Так, вот и остались вот эти большие лисы. Это скорее. Да, с собачками. Так, это не я. Вот. Это просто шедевр, по-моему. Да. Вот одна из необычных достаточно съемок. Ну, кстати, да. Почему я не вспомнила, я не знаю тоже. Ну, можешь сейчас пару слов рассказать. Да. Ты мне показывала видео, да? Да, да, что-то показываю. Ну, в общем, они хотели, чтобы собака положила обе лапы мне в плечо. Она не хотела вообще. И только одна получилась. Ну, это немного странно было. Но еще хуже было то, что все собаки были намного ухоженнее, чем мы. Ну, да, там всех девочек прически делали такие же, да, как у собак? Да, вот у нее такая шерсть, это просто снизилось. То есть ты говоришь, что они в шерсть лучше, чем волосы. Да. Да, Сирио? Мне просто такая, у меня, что-то вообще. Это тоже. Угу. Это уже много. Она здесь привели, что-то? Да. Просто. Вот больница. Да. А вот это просто, извините меня, дохлый кот с фотографией. О, боже. Которая уже в скелет превратилась. Я не разглядывала, честно говоря. Да, но это дохлый кот. Тут я просто как... Сумасшедшая. В мужском костюме привели. Здесь просто, ну как, повесившись. Это что-то, даже на японское похоже. Вот эти тавки замечательные. Просто звонок. Ну, по-моему, все понятно. Арбуз тоже тема. Китайская, японская. А, у них еще было все тут в этой съемке. Наоборот написано. То есть... А, кверх ногами, да, я вижу, я вижу. И здесь тоже. Вот, и это, по-моему, вообще первая самая съемка в Гонконге. Это каталог для этого магазина. IT, он, по-моему, по всей Азии. То есть там разные бренды собраны. Сейчас я их сниму. Тут что-то очень оригинальное. О, да. Буйство всего человека можно. Но она прикольная. Это пластик какой-то? Я не знаю. Ну, этого не было. А, понятно. Это калаш. Тут много чего. И вот каждый раз, по-моему, сколько, 12 мы снимали кадров. Каждый раз мы меняли макияж и прическу. И наутро я проснулась с такой жуткой, верьки. У меня глаза просто опухли. Я не могла открыть глаза. И я в шоке была. Потому что в этот же день мне сказали, что нужно обязательно снять снэп. Вот прям срочно-срочно. Ну, хорошо, что снэп в Китае можно снимать, не прожитый. Ну, как всегда, это бывает. Самый нужный момент. Да. Ладно, спасибо тебе за рассказ. Было интересно смотреть и работать. Нет. Наконец-то донесла тебе. Да. Я очень рада. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.